Ну конечно, сегодняшнее поражение это прежде всего защита, защитные наши действия, невозвращение в защиту, плохое общение между игроками, не разбирается кто кого держит, пропускали трехочковые броски именно в быстром прорыве. Точно такие же у нас проблемы были и с запорожским фэра, но почему-то не делаем и выводы из этого, то есть быстрый прорыв нужно срывать, и если люди не могут, если игроки не возвращаются назад, то нужно этот прорыв срывать. Или фолом, или какими-то другими действиями, но бегать вперед и назад ребята должны. И с быстрого прорыва пропустили очень много свободных трехочковых бросков, в позиции таких проблем особых не было, но вот именно в быстром прорыве сегодня защита была отвратительной. Экссиитный матч, great team effort, team defense, team offense, team win. Simple. Сегодня я сыграла команда в защите и нападение, и у нас вышло практически все на то, что мы задумали. Можно ли спросить Ломара, вы не удивлены в такой игре, и вы в защите, потому что нужно больше всего. Team Dnepro, defense, good или нового года? Я имею в виду, Днепро – это хороший команда, вы понимаете, вы посмотрите на станды, они на уровне. Сегодня, конечно, они были хорошей защиты, но в то же время мы играли в команде, команда, 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 команда. Они защищались так, как позволили наша команда, но опять же он подвесен, что сегодня мы выиграли в команде в защите и нападение. И они практически ничего не могли сделать в защите. Пожалуйста, Ваши комментарии в матче сегодня. Ну, у нас сегодня 13-я победа, мы к ней очень долго и шли, проиграли две игры очень серьезные, которые мы могли выиграть. Сегодня настроились только на победу, и команда доказала, что и в Мариуполе, и сегодня за то, что не могут играть. Сегодня большое количество трехочковых бросков, и, в принципе, неплохой процент за трехочковых, 48 или с чем-то. Это была станка сделать трехочковые броски или в ходе игры уже так получилось? Это в ходе игры получилось, потому что начали разбрасывать или не выходили на игроков, а когда человек свободный, он все время забьет. Потому и процент хороший, потому что они свободно выбрасывали мяч им. Можно сказать, что приемный момент в игре был в статистическом плане, что когда Балашок попал подряд 6-7 очковых? Ну, вот это любую команду сломает, когда человек забивает 5 очков подряд во второй десяти минутке, и сразу вышел и забил 6-й трехочковый. Любая команда может сломаться, но в честь Днепру она не сломалась, я играла до конца. Сегодня что Вы выделите в игре своей команды? Ну, сегодня это был настрой, видно, что это была команда. Даже у кого-то, если не получалось, никто друг на друга не возмущался, только поддерживали. Ну, должно быть все время так. Это здесь идет по полсамоотдаче? Да, полная отдача была на площадке. Ну, оно уже было, даже видно в раздевалке, как они общались между собой, потому что вышли на игру. Я бы не сказал, что так настроены, но по-боевому они даже настроены. Неправильно, что в последних матчах довольно так сильно играют, но были последние первые проблемы в обороне. Сегодня последние минуты. Ну, мы защиту сейчас немного переделали. Не хватает времени на это, но потихоньку будем ее переделывать. Сегодня плоды уже? Ну, да, я думаю, за три дня плоды уже сегодня видно были. Спасибо.